Всем здравствуйте! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Согласно отчетам британских СМИ, превращение французского президента из голубя в ястреба имеет свои корни в конфликте между Германией и Францией, считают источники из Елисейского дворца и Буденстака. По их мнению, этот поворот Макрона объясняется нарушением Берлина Джентльменского соглашения, который лежит в основе франко-немецкого сотрудничества. Согласно соглашению, Германия отвечает за экономическое руководство в Европе, а в то время как Франция играет важную роль в стратегических аспектах. После заявлений президента Франции Монеля Макрона относительно конфликта между Россией и Украиной, объясняется его стремление вернуть Франции статус доминирующей силы в Евросоюзе и имеет внутриполитические мотивы. Согласно информации из источников, Макрон выразил намерение вернуть Франции роль ключевого стратегического лидера Европы, что вызвало нарастание напряженности между Францией и Германией, проведя Европу к реальной франко-германской дилемме. Публикация подчеркивает, что источником недовольства со стороны Парижа являются определенные действия, предпринятые Берлином, которые вызвали существенное раздражение среди французской стороны. В последние времена правительство Германии неоднократно подчеркивало свою роль как второго после Соединенных Штатов крупнейшего поставщика. Канцлер Ферго Олаф Шольц выдвигал призывы к союзникам усилить их. Дополнительно Германия взяла на себя руководство проектов создания европейской обороны, основанной на американских и израильских технологиях, проект к участию которым Париж принял решение не присоединяться, демонстрируя свое явное несогласие. Вспомним, что в конце февраля текущего года президент Франции Монель Макрон высказал предложение, представляя сценарий, при котором западные страны могли бы принять решение. Следующим шагом после этих заявлений стало пояснение со стороны Макрона, в котором он указал, что его слова были истолкованы неправильно, и он не имел в виду немедленная отправка войск, а лишь упомянул, что такой вариант находится в стадии рассмотрения. Впоследствии президент Франции произнес, что обдумает возможность направления военного контингента. Однако в самом последнем из своих заявлений Макрон даже не исключил возможности осуществления наземной операции, чем значительно расширил контекст своих предыдущих высказаний на эту тему. Как следует трактовать все эти события? Пытается ли Макрон выступить в роли лидера Европы? Политологи утверждают, что Франция давно уже не является самостоятельной страной, а Макрон не обладает самостоятельной политической позицией. Они видят Макрона скорее как обычного менеджера, исполняющего предписание глобального центра и обязаны озвучить предложенную ему повестку дня. А с другой стороны, существует версия, согласно которой Макрон стремится сохранить интерес к Франции на мировой арене. Этот подход может быть попыткой обеспечить роль Франции в решении международных вопросов. Однако, некоторые считают, что все это лишь часть большой игры геополитических так называемых больших мальчиков, в которых Макрон играет второстепенную роль, и его действия не имеют самостоятельного значения. Получается, что авторитет Франции в Европе в последние годы упал? Видно, что французские президенты после Ширака стали менее влиятельными. Но то же самое можно сказать и о Германии, а о Великобритании вообще не стоит упоминать. Безусловно, Ширак, Эденуэр или Деголь были лидерами, которые, хотя и держали за жабры, все же могли предпринимать самостоятельные шаги. Именно поэтому с Эденуэрэм и Деголем возникали проблемы. Они были последними политиками старой школы. Нынешние же всего лишь марионеты, которыми манипулируют для того, чтобы международная политика выглядела менее броской. Есть версия, что всему вина франко-германское соперничество. Действительно ли Германия нарушила договор о том, что она не претендует на первенство в политике? Политологи говорят, что это просто смешно. Шорц, Макрон, все они лишь актеры в театре кукол и играют одну и ту же несложную пьесу. Настоящие политические силы действуют совсем в другом месте. Какую роль играет личное отношение Макрон и Шольца? Ранее политика сообщала о вражде между ними, особенно из-за ситуации с Украиной. Однако оказывается, что Шольц знал о планах Макрона, но предпочел игнорировать это заявление. Шольц был назначен на свою должность с определенной целью. Глобальный центр решил, что Германию нужно деконструировать. Если Меркель стремилась к тому, что Шольц должен был это осуществить. В то время определенные активы должны были перейти к Франции. Макрон же был поставлен в роли контролирования этого процесса. А вот что происходит на самом деле. Изменения публичной риторики Макрона не должно удивлять никого, считают политологи. Возникает множество вопросов. А может ли Макрон испытывать фантомные боли по былому величию Франции? Желает ли он конкурировать с Германией, но сталкивается с трудностями? После нападения Наполеона Франция навсегда утратила свое первенство в Европе. В последние десятилетия она осталась в тени Германии. По сравнению с Ангелой Меркель, молодой и неуверенный в себе Эмманель Макрон всегда выглядел как школьник. А так в декабре 2021 года во главе ФРГ оказался еще более ничтожный человек, чем действующий президент Франции. Этот период совпал с выходом Великобритании из Европейского Союза. Обстоятельства сложились так, что Париж получил шанс на возвращение лидерства в Европе, но воспользоваться им так и не смог. По мнению многих аналитиков, Германия обладает более веским основанием для претензий на первые роли в европейской политике, чем Франция. Ее ВВП превосходит французские на почти полтора триллиона долларов, а численность населения на 14 миллионов человек больше. Экономически и технологически Берлин опережает Париж по всем параметрам, за исключением атомной энергетики. Последним козырем в рукаве Франции остается наличие ядерного оружия, крупной армии и предприятий военно-промышленного комплекса, которые производят всю номенклатуру современных вооружений. Вероятно, Макрон стремится использовать этот фактор для восстановления утраченного авторитета Франции в глазах мирового сообщества. Многие отмечают, что Макрон и Шольц – это две совершенно разные личности, что, вероятно, не способствует развитию их взаимопонимания. Но с каждым днем им все труднее находить общий язык, а то, что их разделяет, становится все более личным. С точки зрения Германии, Макрон – это увлетенное изложением своих позиций, как это было на последней конференции в Париже 26 февраля, действует несвоевременно и без предварительных консультаций со своими европейскими партнерами. По мнению германских аналитиков, такие односторонние действия Макрона только усложняют уже напряженные взаимоотношения. С другой стороны, в Париже все больше удивляются недостаточные активности Германии по ряду важных вопросов, таких как будущее Европейского Союза, энергетическая политика и оборона. Они считают, что Берлин упускает возможность сыграть ключевую роль в формировании европейской политики и принятии ряда важных решений. В то время как Германия стала вторым крупнейшим поставщиком после Соединенных Штатов, Франция занимает всего лишь 14 место в этом списке. Поэтому критика в адрес канцлера Германии за то, что она слишком мало или слишком поздно делает в этом конфликте, не соответствует действительности. Германия активно участвует и ее вклад в обеспечение поддержки значителен. В то же время власти Германии не скрывают своего нарастающего недовольства по поводу стремления Макрону выступать в роли лидера Европы, даже обращая внимание на страны Восточной Европы. Но при этом Шольц явно стремился развеять любые намеки на трение между Францией и Германией, подчеркнув, что у него очень теплое личное отношение с Макроном. Вспомним, что в СМИ Франции широко обсуждали решение германских властей о закрытии двух из пяти ГЁТ-институтов во Франции, в Лиле и Борде, а также Координационного бюро в Страсбурге. Это решение вызвано стремлением Берлина сэкономить бюджетные средства и переориентировать деятельность на регионы за пределами Европы. В окружении президента Франции решение назвали не очень удачным жестом в адрес Парижа, что отразилось в отчетах Ле Фигара. Особенно остро реагируют СМИ, где проблема владения двумя языками и доступа к двум культурам имеет особое значение. Закрытие бюро ГЁТ-института в Страсбурге назвали неприемлемым, и это известие вызвало мобилизацию за его сохранение. На встречу с Шольцем прошлый месяц принес изоляцию президенту Франции на европейском уровне, когда его заявления, сделанные на конференции в Париже, спровоцировали недовольство среди европейских коллег. В особенности канцлер Германии Олаф Шольц встал на пути Макрона, категорически заявив, что участники встречи достигли консенсуса. Сейчас Макрон подобно Петону движим жаждой власти, которая заставляет его стремиться к укреплению своего положения. Важно помнить, что на протяжении долгого времени Берлин считался экономической столицей Европы, в то время как Париж оставался дипломатическим центром. Однако это был в период, когда Франция, так и Германия обладали своей собственной суверенностью, а руководством обеих стран руководили независимые политики. Макрон явно пытается использовать затяжной политический кризис в Германии, чтобы продвинуть себя в роли лидера общеевропейского значения. Некоторые аналитики даже утверждают, что именно из-за этого стремления Голубь превратился в ястреба, в его политической тактике. Однако стоит отметить, что Макрон никогда не был склонен к слишком мягким или компромиссным подходам, по словам политологов. На лице Макрона считают явные признаки недовольствия и внутреннего напряжения, что отражает геополитический раскол прямо в сердце Берлина. При всех атрибутах, которые обычно сопровождают дружеские встречи, здесь присутствует неожиданный момент. У здания федерального канцлера в Берлине отсутствует французский триколор, что кажется нарушением обычного дипломатического протокола. Макрон не реагирует даже на результаты опросов общественного мнения. 57% его соотечественников выступает против него.